Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Сегодня я был в Ростове на презентации книги о Василии Алексееве, которая называется «Хочу быть первым». Презентация приурочена к 50-летию легендарного рекорда в тяжелой атлетике 600 килограмм в Троеборье. Прошло ровно 50 лет с этого фантастического рекорда. И вот вы знаете, хочу быть. Каждый из нас хочет быть. Но что для того надо сделать, для того, чтобы не быть, а стать? И вот Василий Иванович Алексеев как раз своей жизнью, своим подвигом в развитии силы и человечности показал, как это можно сделать. Вот его слова. «Я стремился быть первым и стал им». Дело, понимаете ли, не столько в силе, в одаренности, сколько во вдумчивом отношении к тренировкам. Научитесь думать самостоятельно, что, как и для чего нужно делать. Без мысли нет творчества, а без творчества прогресс в спорте невозможен. Василий Алексеев. Так вот, каждый из нас хочет кем-то стать, хочет чего-то добиться. Хочет он, хочет, 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 но не знает, как это сделать. И вот в этих кратких словах этого не только сильнейшего, но умнейшего человека заключена вся правда жизни. Если ты хочешь кем-то стать, если ты хочешь выздороветь, если ты хочешь там что-то там такое сделать, прежде всего подумай, подумай, что для этого надо, а дальше предпринимай шаги к этой цели, которую ты себе поставил. Видите, неодаренность, ничего-то такое не играет. А именно, вот как еще сказал другой величайший атлет Юрий Петрович Власов, силу, как и разум, можно развивать бесконечно. То есть, сначала подумать надо, потом действовать. И любая задача решится. Просто на некоторые требуется меньше времени, а на другие чуть больше. Вот и все. Вот и вся правда жизни, которую Василий Иванович Алексеев вот так вот кратко, но емко нам сказал. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я стремился быть первым из Сталы. Дело, понимаете ли, не столько в силе, в одаренности, сколько во вдумчивом отношении к тренировкам. Научитесь думать самостоятельно. Добрый день, дорогие друзья! Нам выпала большая честь представить ростовской публике книгу Владимира Салтыкова «Василий Алексеев. Хочу быть первым» о нашем легендарном земляке, великом атлете современности Василия Ивановича Алексеевна. Вы знаете, название книги совершенно не случайно. В 1968 году Василий Иванович впервые выступает на чемпионате СССР и становится бронзовым призером. Как вы понимаете, целеустремленного и честолюбивого спортсмена третье место явно не устраивало. И на обороте фотографий, где он запечатлен с более успешными соперниками, Василий Иванович написал «Хочу быть первым». Весь мир знал этого улыбчивого атлета-гиганта. И в какой бы точке мира он ни находился, выходя на помост, зрители неизменно скандировали одно только слово, которое на всех языках мира звучит практически одинаково. «Рекорд». И сегодня наше мероприятие приурочено к одному из таких рекордов. 50 лет назад, 18 марта 1970 года, Василий Алексеев впервые в истории тяжелой атлетики стал первым спортсменом, которому в сумме треоборья покорилась отметка, вы только вдумайтесь, в 600 килограммов. Василий Иванович стал первым членом так называемого клуба шестисотников. Это стало началом новой эры тяжелой атлетики. Такие, как Алексеев, приходят на землю творить и удивлять. Успомненные отвагой, они бросают вызов обстоятельствам, соперникам, бросают вызов всему миру, а главное – себе. Есть в их жизни нечто мистическое и непознанное. Или мы просто по привычке восхищаемся силой. Эти люди умеют раздвигать границы обычных представлений о мироздании. Они чемпионы. Они рождены побеждать. Жизнь Василия Ивановича Алексеева – настоящий пример тому, как через огромный, огромный труд можно достичь небывалых великих рекордов. Пример верности своей родине, своему городу, своей стране. Василий Алексеев – гордость и слава Ростовской области. Президенты страны, мэры многих столиц мира, все знаменитые люди, вожди считали за честь быть с ним знакомым и принимать у себя великого спортсмена. Много хорошего и доброго можно сказать об этом человеке. И я думаю, что сегодня на презентации этой книги мы эти добрые и честные слова обязательно услышим. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!